Валерий Константинович Так поведут себя сорта сибиряк Майкалова и восточно-сибирские у нас в Омской области. И если между ними опылить, если нужно что-то работать, и вот я к чему это говорю. Вначале общие слова. Это все самые простые в мире культурные апрекосы. Так раз. Теперь, значит, для Омской области, для них там Африка не Африка, но для них там вполне климат нормальный, я скажу так. Вот, вполне. Они могут там жить. Условия все те же. Косточку. Если это косточка, не дай бог, глубоко закопать. Вот. Потом, сразу или потом, все-таки в виде холма сформировать. Там снега больше, чем у меня, например. Вот. Значит, поменьше, это самое, стричь этого мне парикмахерска. Вот. И не пускать туда вот этих специалистов с секатором. И я считаю, что поведут себя хорошо. Теперь другой вопрос. Я почти уверен. Я не зря вам показывал эти. Это отдельный фильм. Отдельный фильм. Сейчас на днях выйдет отдельный фильм. Ох, я поизгорелся. Я набрал фото Абрикоса Байкалова. Ну, не хочется тут же повторяться, да? Первый же выскочил. Сибиряк Байкалова. Я набирал Сибиряк. Сибиряк. А там фотография. А я в этом кине что показывал? Я беру подобное в Яндексе. Вот такой список, кто на эту фотографию претендует. Я больше ему верен. Потом также моя фотография оказалась Сибиряком Байкала. Моя фотография. Я показывал ее первоисточники. Спасибо ознаводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Помните? Песню знаменитую. Спасибо Виноградову. Научил. Я теперь знаю, что я выдающийся садовод. В кавычках. Потому что меня признали сотни мошенников. Которые выдают за эту роскошь. Вот за эти самые... На фотографиях-то роскошь. Выдают какую-то дрянь. Как там? Уже ни один человек написал, что в Сербию едут. И все, что там выбрасывается на помойку. Аккуратненько собирают с помойки. Ну, то есть, а куда отходы деваются? И все к нам на продажу. А фотографии вот они. Моя красивая фотография. И написано Сибиряк Байкалова. Хотя она с утра еще была Серафимом. Понимаете? И вот что получается. Есть и между ними опыление. Вот тут, скорее всего, дачи мне. Но это опять догадка. Дело в чем. Что я пишу? Дело было принципиально. Вы меня спросили про два сорта. Валерий Железов. У меня нет и не было ни одного сорта Байкалова. Это было принципиально. Потому что Байкалов меня так любил, так любил. Что дважды доводил Дельфарта в своих статьях в этом. В газетах. И в Неприсе было связано. Человек был непростой. Вот. Но с другой стороны. Ему была страшная беда. Ну, 50 лет растить, растить, растить. Это самое. Опылять. Сенцы, опылять сенцы, опылять сенцы, опылять сенцы. Вот. Конечно, такой же роскоши не добьешься. Я примерно показывал. Помните выше? Вот. И, конечно, этот человек Черненский карет как только рот открыл. И Черненский карет оказался в числе лидеров российских. Конечно, обидно. Я могу понять. Вот. Ну, не знаю, как так получилось. Что я это чуть ли не вместо занял. Вот. Такой, знаете, скороспелый, такой наглый. Молодой человек. И вот что получается. Поэтому я объясняю, почему у меня не было ни одного сорта. А дальше я покажу. Железов Валерий. Я лично не знаю ни одного питомника, где есть настоящая сорта байкалова. Я их прошу родил на эту. На честность. То есть все фотографии смотрят. Вот. Вот. Иначе. Почему у них фотографии чужих садов и интернета. Так. Теперь. Вот это вот. Я написал как. Может, вы знаете, где есть. Я знаю Бондарева. Там якобы был сад, заложенный байкалом. И кто-то года два-три назад мне то ли написал, то ли позвонил. Ну, кто натыкается на меня или дружит со мной. Константинович, два-три абрикоса до сих пор плодоносит. Вот они, пусть даже если там было сотни, а потом 50, 20, 10. Но если два-три плодоносит, это опять феномен. Я могу голову отдать на источение. Так. Вот. И сказать, рассердяйте меня, если я ошибся. Если Абаканский институт ограниченный проем съездил туда, за косточками, за черенками, а? 100 километров это что, расстояние? Уверен, что даже в голову не приходит. Вот о чем речь. Теперь я вас прошу. Может, вы знаете где? А я знаю только два. Вот его фотография. Уникального, удивительного человека. Вот видите? Вот он. Вот. А теперь первое, два фото деревья разные. Это урожай 2011 года. Как случилось, я должен тут сказать. Вы вопрос задали. Я говорю то, что я с куцей мой, куцей, рассказ. Человек проезжает, говорит, ваши абрикосы заплодоносили. Вот. Хуторянин, ну метров 300-400 между нами. Ну 500 заплодоносили. Я говорю, я приеду смотреть. Приехал, мои проносят. А эти деревья были старше. Это фотографии 2011 года, 10 лет назад. Были старше. Я говорю, а это не мое. А чего это? Байкалова. А где взяли? В Абакане на рынке. Продавали, как в Байкаловске. 99% что его. Кто бы там на рынке, в наглую. Он даже, бывало, сам на рынке торговал. Выдовище ученые. Ну, что делать? Вы нас сами понимаете. Вот. Низкий социальный статус. Вот если ученый, он может быть так же, как этот самый. Александр Петрович. Этот самый. Помните, я вам рассказывал. Сторож военкомата. Железов Сергей Кроновщик. Ну, вот это и наш уровень. И вот, значит, это. Смотрите внимательно. Впечатляет? Меня – да. Видите? К сожалению, хозяин ничего не знал. Дело, что привито. Ну, никаких подробностей. И, по-моему, название сортов не знал. Вот одно. И вот второе. Скорее всего, это и есть. То ли Сибиряк Байкаловец, Красавчика, то ли это. В общем, вот это я все, что есть. А пылят ли они друг друга? Они рядом. Я думаю, да. Видите, какие урожаи? Все, как мог, ответил. Сибиряк Байкаловец, Красавчика, то ли это. Сибиряк Байкаловец. Как, во-мно-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Субтитры создавал DimaTorzok